Здравствуйте! Вы смотрите программу «Круглый стол». Меня зовут Татьяна Молокова. Трудности в решении вопросов ЖКХ, постоянная борьба с некомпетентностью управляющих компаний, неразбериха в коммунальных платежах – все это, наверное, знакомо всем нам, всем большинству россиян. И поэтому вопрос наведения порядка в жилищно-коммунальной сфере, он, как всегда, как никогда актуален. И почти год назад было принято решение, был принят закон о необходимости лицензирования управляющих компаний. Как он работает, сколько управляющих компаний в Чувашии получили лицензии, и что делать дальше жильцам тех домов, управляющие компании которых не получили лицензии. Сегодня мы будем говорить об этом. У нас в гостях за круглым столом руководитель Государственной жилищной инспекции Сергей Петрович Димитриев. Добрый день! Руководитель отдела муниципального жилищного контроля администрации города Чебоксара Наталья Валерьяна Васильева. Руководитель управляющей компании «Волжские 3» Юлия Ивановна Афанасьева. Здравствуйте! Руководитель управляющей компании КМЛ Максим Иванов. И руководитель лицензионной комиссии по лицензированию управляющих компаний Валерий Глебович Алексеев. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо большое, что вы к нам пришли сегодня поговорить на эту, наверное, очень актуальную, злободневную и очень больную тему. Потому что, действительно, проблемы с ЖКХ касаются не только тех, кто находится по ту сторону экрана, но и, наверное, вас тоже. Мы все потребители услуг ЖКХ. Сергей Петрович, расскажите, пожалуйста, сколько у нас в Чувашии управляющих компаний и вообще как проходило лицензирование? Ну, вначале я хотел бы проинформировать жителей Чувашской республики, наших телезрителей, что обстановка в сфере жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики на сегодняшний день находится в целом в удовлетворительном состоянии. Все находится под контролем Государственной жилищной инспекции. Есть, конечно, проблемы. Ну, проблемы, одни проблемы, которые возникают сегодня, другие проблемы, которые были, они накапливались годами. Но обо всех этих проблемах и ГОЖИЛ инспекция, и правительство, обо всех этих проблемах мы знаем. И будем их решать в соответствии с законодательством. По вопросу лицензирования, я хотел бы сказать, что на данном этапе, это один из актуальных вопросов, и он находится под контролем главы Чувашской республики, Михаила Васильевича Игнатьева. Мы еженедельно информируем главу о том, на каком этапе на сегодня идет процесс лицензирования. Всего вообще в Чувашской республике на начало апреля было 163 управляющих компаний, которые бы могли пройти процедуру лицензирования. И управляли они в целом более чем 4900 домов. Заявление подали 147 управляющих компаний. Лицензии выдано 125 управляющим компаниям. В том числе, мы говорим, до 1 апреля мы выдали 119 управляющим компаниям, в том числе 117 тем компаниям, которые раньше управляли, и две компании, которые только заявились на лицензирование и хотят управлять многоквартирными домами. В целом, мы считаем, что процедура лицензирования прошла в соответствии с действующим законодательством. Больших таких проблем у нас не возникало, ввиду того, что было проведено, во-первых, подготовительные мероприятия мы очень хорошо провели вместе с лицензионной комиссией. Постоянно находились в общении с главами администрации муниципальных образований. Поэтому я считаю, что процесс лицензирования прошел довольно-таки неплохо. Давайте сразу про математику. 165 управляющих компаний в республике. Из них 119 получили лицензии. 145 только подали заявки на лицензирование. А остальные, они не подавали заявки, они не хотели участвовать или просто самоустранились? Куда делись 20 управляющих компаний? Часть управляющих компаний не подали заявку в связи с тем, что они знали, что не могут пройти процедуру лицензирования. Часть управляющих компаний не смогли пройти уже саму процедуру лицензирования в связи с тем, что не соответствовали требованиям, которые устанавливает на сегодняшний день правительство Российской Федерации. То есть они сами признали, что они работали плохо и дальше работать не смогут? Да. Часть сама признала, часть не смогла пройти процедуру лицензии. У меня вопрос к представителям управляющих компаний. Юрия Ивановна, Максим, скажите, сложно было пройти лицензирование? Вообще сложные условия, сложные вопросы. Вы должны были пройти тестирование какое-то на знание законодательства. Сложно это было? Вообще, как таковых сложностей не возникало. Работаем давно, законы знаем. В принципе, требования лицензионные, они не такие высокие. По существу только два таких требования, которые позволяют отказать в выдаче лицензии. Это судимость у руководителя управляющей компании именно по экономическим преступлениям. И нераскрытие информации в соответствии с 731-м постановлением. Соответственно, здесь каких-либо проблем у нас вообще не возникало. По тестированию, которое проходило, в принципе, тоже все понятно. Требования конечны. Проблем как таковых у нас нет. Вот в нашей управляющей компании, например, уже не только я, как руководитель, прошла процедуру тестирования, получения аттестата. Но и мои подчиненные сотрудники, начальники отделов. Поэтому, я считаю, полезная практика. Юлия Ивановна, у вас лицензия номер один по Чувашской республике. Вот как вы ее получали, как вам удалось получить первую лицензию? Ну, знаете, первая лицензия, тут, наверное, никакой разницы. Да и большой нет. Лицензия, она у всех одинаковая, но больших трудностей для получения лицензии мы в этом не видели. Но с большой ответственностью управляющая компания «Волжская И-3» отнеслась к этому мероприятию. Мы сразу, значит, все рабочие прошли аттестацию рабочих мест, у кого квалификационные, повышение квалификации прошли, обучение в нашем премьер-министерстве жилищно-коммунального хозяйства в учебном комбинате прошли, увеличили, обновили базу техническую. Ну, в общем, мы работали в основном в этом направлении. А по аттестационным у нас тоже прошли все начальники отделов, главные инженера, аттестационные экзамены по лицензированию все прошли. На сегодняшний день они все сдали на отлично, знания были подтверждены. Я считаю, мы достойно были получить это. Здесь я хотел бы добавить то, что, во-первых, процедура, она непростая. Почему так вот мои коллеги так говорят? Потому что они профессионалы и компетентны в решении тех вопросов, которых на них накладывают правильность. Давайте проверим. Я когда готовилась к этой статье... Если они профессионалы и компетентны, конечно, на них просто. Они проходят лицензирование те, которые не знают и даже не знают своих должников, и не знают, как с ними работать и как взыскивать с них долги. Когда готовилась к нашей программе, я прочитала вопросы. Я не специалист, конечно, мне было сложно ответить. Что необходимо сделать управляющей компанией для профилактики пожарной безопасности? Вот вам вопрос сразу. Тут, на самом деле, ряд мероприятий. Все зависит еще к тому же от типа домов. Если это дома бывшей общежития или малосемейки, то там, конечно, есть система пожарной безопасности. Это, соответственно, нужно эту систему поддерживать в рабочем состоянии. Следить за охламлением проходов, чтобы этого не было, чтобы запасные выходы всегда были свободны. Ну и, конечно, указатели о запасных выходах. Ну, вся маркировка, она должна соответствовать закону. Когда я прочитала ответ, там было три варианта ответа. Значит, должны следить управляющие компании за то, чтобы они захламляли выходы. Должны, значит, проверять... Опять же, представители управляющей компании проверять выходы, входы, все пожарные гидранты. И был третий вариант ответа – люди не должны захламлять проходы. Ну, вот это, наверное, самый неправильный ответ, я так думаю. Здесь комплекс. Валерий Глебович, расскажите, в какие сроки проходило лицензирование, вот сам процесс. Расскажите, как это проходило, вы председатель лицензионной комиссии, вот за что вы отвечали. Спасибо. Ну, первым этапом лицензирования является эта сдача руководителями и главными специалистами управляющей организацией квалификационных экзаменов. Что надо тут отмечать? Первые экзамены у нас прошли 20 января, ну и в течение марта, 1 апреля мы экзамены еще завершили. Интересные результаты следует отмечать. Вот, что интересно, молодые руководители, молодые женщины хорошо сдают квалификационные экзамены. Я задавал себе вопросом, почему так это? Ну, вот 200 вопросов. Из них компьютерный способ убирается 100 вопросов. И вот эти перечленные люди на все 100 вопросов за 15, 20, 25 минут отвечали. На все 100 вопросов набирали 100 баллов. Для меня это было удивительно, конечно. Готовились? Вот. Ну, все-таки я делаю вывод, что руководители управляющих компаний, старожилы ЖКХ, аксакалы ЖКХ, у них больше профессиональных знаний, чем я вот, которых я перечислил заранее, да, в своей речи. И это первый этап. Ну, что интересно, были такие случаи, что и второй раз не сдавал человек, и третий раз. Ну, и есть факт, когда и с четвертого раза только руководитель предприятия, организации, управляющих компаний сдавал экзамены. Но хочет работать в сфере ЖКХ, управлять домами? Да, конечно. Это, конечно, всем хочется это работать и быть на работе. Вот я давно уже говорил, фабрики, заводы будут это останавливать, стоять. Но у нас ЖКХ всегда, это круглосуточно должно работать, и всегда они это на чеку должны находиться. Да. Без вас жизнь невозможна, так же, как без хлеба и воды, наверное, да? Вот так и сфера жизнеобеспечения в этом и заключается. А в каких муниципалитетах не получили управляющие компании лицензии? Вот, может быть, есть какая-то статистика, где больше всего таких компаний? Ну, конечно, как я уже сказал, мы постоянно контролируем и еженедельно мониторим эту ситуацию. На сегодня, если взять по территории муниципальных образований, ну, конечно, это город Чебоксары, 15, и город Канаж, шесть управляющих компаний, которые не смогли получить лицензии. Марпасадский и Чебоксарский район по две управляющие компании, и по одной в городах Новочебоксарск, Палатаре и Батаревский район. А вот проблемный муниципалитет Шумерли, да, проблемы вставали круглый, постоянно, каждый год, круглый год, и зимой, и летом, но у них управляющие компании и прошли лицензирование. Да, проблемы в городе Шумерли есть, об этом тоже мы знаем. Значит, в то же время мы по лицензированию предприятий ЖКХ города Шумерли работали в тесном взаимодействии с администрацией, со специалистами администрации, вернее, будет сказано, мы работали со специалистами администрации, со специалистами управляющей компании. Соответственно, значит, если они соответствуют лицензионным требованиям, мы выдали им всем лицензии. И на сегодняшний день они управляют, и практически Шумерли по управлению многоквартирным даванием, ситуации на сегодняшний день остаются такими. Есть проблемы с неплатежами, да, это есть. Проблемы с неплатежами есть. То есть взыскание задолженности у населения, соответственно, расчеты с ресурсоснабжающими организациям. Это проблема, они есть, мы им это указывали. Но поскольку это не входит в лицензионные требования, соответственно, значит, эти организации получили лицензию. Ну, со своей стороны они нам, как бы сказать, или обещали, или гарантировали, что будут заниматься этим вопросом. То есть мы задаем вопрос, сколько вам должно население, сколько вы должны ресурсоснабжающей организации, что вы делаете с населением, какие, значит, иски вы подали, если, допустим, 2 миллиона долги населения, ну, по крайней мере, исковые заявления у управляющей компании к населению должно быть в сумме 2 миллиона рублей. Или в начале, или в процедуре, или уже в судах. То есть за все услуги нужно платить. Канаш, в частности, тут вспомнили, это город Канаш, интересный момент. Были опасения, что город останется без управляющей компании. Нам высказывали, но мы-то знали, что такого не будет. Законодательство этого не позволяет. Никогда дом не останется без управляющей компании. Вот, помню, это было 6 управляющих компаний, остались в стороне. Но городские влащи, мы плотно работаем с городскими влащами. Там есть управляющие компании, которые задействованы на управление теми управляющими компаниями, которые оставили свои дома. Граждане города Канаша, хочется не успокоить, что никакие дома, нисколько домов не останутся. Потому что сегодня еще надо, подкатались еще к зиме. И мы должны войти в зиму с подготовленными к зимней работе домами. Да, вопрос по поводу того, что будут делать жители, не останутся ли они вообще без управляющих компаний. Если у нас почти там получается, уже, наверное, если 163 было, 119 получили. Что делать людям? Как смотреть в будущее? Не будут ли они с проблемами один на один, если управляющая компания их не получила? Ну, вначале я хотел бы по городу Канаш тоже, значит, пару слов сказать. Шесть управляющих компаний не получили лицензии. На сегодняшний день мы с администрацией города Канаша эту ситуацию знаем. Мы отслеживаем. И в городе Канашена сегодня идет процедура. Первое, значит, жители должны провести собрания, уже органы местного самоуправления должны организовать эти собрания, где жильцы должны выбрать способ управления. И второе, если жильцы не собрались, то администрация города объявляет конкурс на выбор управляющей компании, которая будет управлять этими многоквартирными домами. То есть здесь ни один дом не должен остаться без управления, и он не останется. То есть это до 1 июля, насколько я знаю, нужно провести процедуру? Мы поставили такую задачу себе и всем органам местного самоуправления, что до 1 июля эту задачу необходимо решить. То есть мы будем это целенаправленно и последовательно добиваться. По городу Канашу есть некоторые вопросы там, и некоторые управляющие компании, которые не прошли процедуру лицензирования, они хотят еще раз участвовать в процедуре лицензирования. Вот им население говорит, я не хочу вас видеть в числе управляющих компаний. Муниципальные власти говорят, вы нам не нравитесь, нам не нужны. Государственные органы говорят, что все равно настырно хотят управлять домами. Мне вот это непонятно. Не умеют, не могут, но все равно хотят управлять этими домами. Почему так делается, ну, значит, понятно, это предпринимательская деятельность. То есть управление домами, люди за это платят, платят в виде различных взносов. Управляющая компания получает денежное средство, но в то же время они не управляют в том виде, которое на сегодняшний день требует законодательства. Ищут различные схемы. То есть даже не законодательства, а люди, наверное. Что людям нужно. Плавное, должны оценивать люди. Мы должны быть на стороне граждан и жителей и сказать, товарищи, вот эта управляющая компания на сегодняшний день не соответствует требованиям. Не может управлять компанией. Мы высказываем свою позицию. По своей позиции высказывают лицензионные комиссии. Но в то же время, значит, появляются организации, мы, говорит, хотим. Хотеть – это одно, но в то же время профессионально исполнять, компетентно исполнять, снижать количество жалоб и обращений граждан – это совсем другое. То есть, когда мы видим, что это не делается, конечно, мы будем принимать определенные меры. Такая задача поставлена и президентом России, и главой Чувашской республики. Соответственно, все эти меры мы будем применять. Наталья Вильяновна, скажите, пожалуйста, вот сколько у нас управляющих компаний в столице республики? Каков процент тех, кто не получил лицензии? Ну, по городу Чебоксары отказано выдачи лицензии 15 управляющим компаниям, которым управляется 427 квартирных домов площадью 1 млн 266 тысяч квадратных метров. Всего в Чебоксарах 84 управляющих компания было. То есть, если смотреть по количеству отказанных, это где-то 19% от общего количества управляющих компаний города Чебоксара. Практически пятая часть нашего города, жилого фонда, осталась без управления, да? В целом, и ситуация по России такая же, и по Чувашской республике. Город Чебоксара был готов к таким решениям. Поэтому, ну, здесь сразу отмечу, что жилищным законодательством, требованием жилищного законодательства четко регламентировано, какая работа в дальнейшем проводится органами местного управления. То есть, после официального уведомления, значит, инициируется проведение общего собрания. Здесь, правда, я забыла, что в течение трех дней мы должны уведомить собственников в помещении о том, что управляющим компаниям отказано выдачи лицензии. Потом, значит, органы местного управления в течение 15 дней проводят общее собрание и при непринятии решения уже выставляют дома на конкурс. Администрация города Чебоксара данная работа была проведена. Собственники помещения, которые обслуживались, управляясь данными управляющих компаний, были уведомлены о том, что компаниям отказана выдача лицензии. Сформированы графики проведения собраний. И в последующем уже все дома выставлены на конкурс. Правда, тех домов, которые уже до выставления на конкурс, уже определились со способом управления. Пример из жизни. У нас у одной знакомой, она живет в центре, управляющая компания не получила лицензию. Ой, у меня такое ощущение, что она уже второй месяц борется с сантехниками, она их вызывает, они либо не приходят, либо они приходят позже, либо приходят, но ничего не делают. Естественно, человек отпрашивается с работы, она здесь, на работе, на своей, нормально, полноценно не может работать. У нее дома, простите, коммунальный бардак, да, она не может никак с трубами в ванной разобраться, в чем проблема. Вот это специально управляющая компания так делает, или это показатель того, что у нас сантехники неграмотные? Ну, отвечу на этот вопрос. Ну, во-первых, в соответствии с Живечным кодексом, прежняя управляющая компания до принятия соответствующих решений обязана осуществлять действия по управлению на квартирными домами. То есть она не может на произвол судьбы кинуть дом. Поэтому, если будут такие случаи, обязательно информировать органы Минсуправления или вины надзорные органы для принятия соответствующих. То есть они могут каким-то образом, просто, наверное, на юридическом языке это называется преступное бездействие, да, то есть они просто игнорируют, либо делают, но некачественно, потому что вот у них такая проблема возникла. Может быть такое? Может быть, знаете, такое, может быть, конечно, потому что они считают себя обиженными, образом говоря, да, поэтому всячески, конечно же, пытаются сказать жителям, что без нас, как говорится, никуда, что лучше нас вы не найдете. Но в данном, ну, по крайней мере, да, как показывает жизнь, но, по крайней мере, просто хочу сказать, что центр, это у нас Ленинский район, да, город Чебоксары, те компании у нас, которым была отказана лицензия, это управляющая компания «Центр», управляющая компания «Альфа», практически где-то, ну, 70% дома, которые управлялись данной управляющей компанией, уже определились со способом управления на квартирными домами. Уже выбраны иные управляющие компании. Уведомление о том, что выбран способ управления обязательно направляется в Государственную жилищную инспекцию, в администрацию города Чебоксары и прежнюю управляющую компанию для последующей передачи технической документации. Это очень важно. Администрация города Чебоксары почему? Потому что данное протокольное решение в последующем уже будет служить для того, для отмены открытого конкурса. В настоящее время в администрации города Чебоксары предоставлено порядка 100 решений, протокольных решений собственных помещений о выборе способа управления. И со следующей недели у нас уже пойдет процедура уже по отмене открытых конкурсов. И опять-таки же администрация города Чебоксары обращает внимание собственных помещений, что до вскрытия конвертов у них еще есть время по определению способа управления. То есть конкурс все-таки это крайняя мера. Поэтому есть еще время. Мы в своих уведомлениях всегда указывали, что администрация города Чебоксары объявлена открытый конкурс, вскрытие конвертов такая-то дата, итоги конкурса такая-то дата. И опять-таки же была приписка о том, что собственные помещения имеют право выбрать способ управления, предоставить протокол администрации города Чебоксары для последующей отмены. Поэтому еще раз обращаем внимание, чтобы все-таки активнее участвовать в судьбе дома и самостоятельно принять решение по выбору способ управления на квартирном доме. Ну здесь такая, да, несколько ответственность перекладывать уже на жильцов. Они уже должны сами определять. Надо постараться определиться, потому что конкурс, все-таки открытый конкурс, это крайняя мера всегда считалась. И в свое время, даже, помню, было 185-го федеральным законом, не выделялись бюджетно-финансирование, вообще бюджетная поддержка не оказывалась тем домам, где выбор способ управления был определен через открытый конкурс. То есть пассивных жильцов государство никогда не поощряло. Надо быть активнее. Надо быть поактивнее и участвовать в выборе способ управления. Потому что бывают моменты, что и звонки, и письма говорят о том, что, в принципе, и здесь, конечно же, политика ведется и прежних управляющих компаний, что мы все-таки получим лицензию. Здесь, опять-таки же, администрация города Чепоксары информирует о том, что процесс пошел, конкурсы объявлены. То есть основанием для отмены конкурса будет служить только протокол по выбору способа управления картинным домом. И иных оснований на соответствии с требованиями женщинозагнодательства не допускается. В любом случае, нужно решение собственных помещений для последующей отмены открытого конкурса. Валерий Глебович, вообще что дает лицензирование управляющих компаний? Именно через лицензирование управляющих компаний руководством государства сегодня ставится задача вывода незастойных управляющих компаний из этого рынка и повышения в конечном итоге качеств коммунальных услуг. Конечно, здесь недостойные компании должны уйти с этого рынка. И республиканская комиссия следила и будет следить за этим вопросом. Я вот специально приведу слова президента Российской Федерации Путина. Нужно создать конкурентно-непрозрачные условия в сфере управления картинными домами, чтобы с рынка уходили разного рода мутные, это в кавычке, организации. Тот, кто не может обеспечить достойный уровень обслуживающих граждан, тот должен в сторону отойти. Именно целью лицензирования является, я как в начале работы каждого заседания, лицензионной комиссии, мы провели, например, 7 заседаний, именно эти слова повторяю каждый раз в члене комиссии. Ну, конечно, это ненормальное явление, когда на рынок пришли управляющие компании, которые не имеют за пазухой ни материально-технической базы, ни инструментов, ни аварийно-технической службы или договоров с аварийными службами, аналогичными службами, ни аттестованных надзорными органами кадров. Вот такого рода компании и как раз и должны отойти в сторону. Именно мы в ходе проверки управляющей компании за этим вопросом мы здорово следим. А вот основная причина отказа лицензирования управляющей компанией, вот какая? Ну, сегодня основная причина отказа это раскрытие информации. Что это значит? Раскрытие информации. Это означает, какие работы, какие виды услуг будет оказывать эта организация, по каким ценам работа будет исполняться. То есть, грубо говоря, они не продумали ни бюджет, не продумали ни план работ своих, ничего у них такого нет, как на авось работа. Ну, тут многие организации раскрывали и поплатились за это. Но за этим вопросом я вижу коррупционные составляющие, руководители компании, они хотят показывать, что они будут делать и по какой цене. А собственники сегодня иногда это интересуют. Это интересует в основном собственников, жителей, это много картинных домов. Ну, законодательство, конечно, будет дорабатываться. Лицензионная комиссия сейчас подготовила предложение в адрес Думы законодателей, чтобы нести изменения законодательства о лицензии. Ну, в частности, вот это ненормально, когда можно сдавать бесконечное число руководитель управления компанией экзамены, квалификационных экзаменов. Ненормально, когда организация, отказанная в лицензии, будет повторно обращаться в лицензионную комиссию. Понимаете, вот это бесконечное число. Это совсем ненормально. Мы подготовили предложение, чтобы обратились в лицензионной комиссии по истечении трех лет только. Только трех лет. Это как в многих институтах государственной власти это и имеет место. И здравоохранение, и юриспруденция, и так далее. Также мы предлагаем внести это дополнение законодательства, это статью 193 лицензионные требования ЖК, наличие у лицензиата технической мощности материально-технической базы, поддержка квалификации документов и акционных надзорных органов специалистов, и так далее. Указанные требования позволяют отсеять работу по управлению на картинном доме, имеющиеся, это же работают, управляют на картинном доме, это является социальным вопросом. Именно государство отвечает за это, социальный характер имеет неполноценные организации. определить также, что является нарушением требований по раскрытию информации. Я уже говорил здесь, раскрытие информации, на мой взгляд, не является каким-то чрезмерно обременительным требованием. Ну да, тем более наши люди сейчас привыкли уже считать деньги, они хотят знать, на что идут, по какой статье, содержание жилья, на что идёт, капитальный ремонт, на какие статьи расходов направляются эти деньги. У меня вот вопрос к представителям управляющих компаний. К вам уже обращались жильцы других домов, домов, которые не получили, управляющие компании, которых не получили лицензии, взять их под свое крылышко, скажем так. Обращались уже, есть такие? К нам обращались, мало того, мы их берём, даже мы сейчас открываем обособленные подразделения в Новоевом районе, хотя в Юго-Западном сами работаем, ну и, конечно, мы будем участвовать в конкурсах, нам это интересно, потому что расширение рынков это для предпринимателей безусловно плюс, но я думаю, абсолютное большинство управляющих компаний будет идти по этому пути, ну и, соответственно, у нас дома без управления не останутся, потому что желающих управлять много. А умеющих управлять? Ну, желающих и имеющих лицензию, так скажем, много, да, ну, даже если смотреть по Чебоксеру, сколько там, 60, с чем-то управляющей компанией осталось, 64, 68, 68, которые включены в реестр, да, 68 управляющих компаний могут претендовать на любой дом в этом городе. А это не много, 68 компаний для нашего города? Я как раз считаю, что это многовато, многовато даже. Вот в те времена, 90-е годы, была управляемость, это как со стороны властей, и взаимоотношения, население, тогда собственник не было, но потом они собственниками стали, в общем, приватизацией. Хорошая была управляемость, и о руководителях, управляющих компаний, тогда предприятиях, ЖКХ, говорили достойно со стороны, это отношение к населению. Конкуренцию ограничивать, конечно, нельзя, конкуренцию ограничивать, а все-таки для вас это предпринимательство, бизнес, или это все-таки какая-то социальная нагрузка? Сегодня увлеклись конкуренцией, это ненормальное явление, да, увлеклись, и государство вовремя взялось за это дело, именно через механизм лицензирования, ставится сегодня удалить эту недостойную компанию с этого рынка. Вы согласны, что это достаточно много увлеклись конкуренцией, все-таки это бизнес, предпринимательство или это социальная нагрузка какая-то? Ведь все-таки действительно не будет управляющих компаний, но жизнь... Ну, люди тоже, конечно, это руководители предприятий, пришли делать бизнес, это на основании принятых нормативных документов, это нормальное явление, но, конечно, слишком увлеклись конкуренцией. Угу, ваше мнение. Ну, тут как бы у меня мнение-то немножко другое, потому что, ну, что значит увлеклись конкуренцией, да, есть рынок, он свободен, почему его не занимать? Сегодня есть потенциал, есть производственные мощности, есть кадровые ресурсы, у предприятия, почему это не делать, да? Вот. С другой стороны, как бы, да, может быть, где-то как-то нужно больше стандартизировать работу в пределах муниципального образования по управляющим компаниям, потому что, если там дома раскиданы по территории города, ну, с точки зрения управляемости системы, это не очень удобно, да, вот, поэтому, как бы, сегодня, на сегодняшний день у нас управляющая компания управляет в основном микрорайонами целыми, потому что это, ну, это удобно, это экономически оправдано, потому что расходы меньше, да, себестоимость меньше, вот, а для нас это, в первую очередь, социально ориентированный бизнес, то есть, это понятие в России как-то еще не сильно прижилось, вот, хотя на Западе, в принципе, если посмотреть в той же Германии, там, вот, по советской пространстве, да, где у нас достаточно долго восточная часть Берлина была, так скажем, в советском подчинении, вот, они же тоже перешли на новые рельсы, тоже на коммерческую составляющую, и там тоже есть управляющие, которые управляют домами. Ну, русских и немцев, мне кажется, сравнивать сложно, у нас разный менталитет, ну, вообще, социально ориентированный бизнес, само понятие, оно, вот, произрастает оттуда, то есть мы решаем проблемы населения, то есть у нас есть какая-то рентабельность, да, тут этого никто не скрывает, но при этом мы же тоже понимаем, что есть предел, когда население может платить, а когда не может, соответственно, уровень рентабельности, он регулируется уже самим рынком. Самое главное, конечно, не перейти эту грань, когда население, когда вы понимаете, что население может платить, а население не может платить, и действительно вести себя достаточно порядочно. Здесь я хотел бы добавить со стороны госжилинспекции, что есть, как мы это расцениваем, Ну, конечно, это прежде всего предпринимательство. То есть это оказание услуг населению. Вот некоторые управляющие компании, вот мои коллеги подчеркнули, приходят именно зарабатывать. То есть сделали деньги, заработали, потом все бросили, активы вывели и сами все избежали и остались около разбитого корыта. Как у нас происходит сейчас примерно в городе Канаш. То есть население абсолютно недовольное. Вот мой коллега подчеркнул, то есть бизнес бывает на сегодняшний день разным. Нет, то законодательно не написано, какой это социально ориентированный или не социально ориентированный бизнес. Но то, что коллеги говорят, то, что мы видим в социально ориентированный бизнес, это именно подразумевает то, что мы оказываем услуги населению. Мы пришли оказывать услуги. А то, что на сегодняшний день, из чего складываются доходы управляющих организаций, это прежде всего сборы за текущий ремонт и сборы на содержание жилья. Вот управляющая компания собрала эти денежные средства. Теперь на эти денежные средства она делает и текущий ремонт, и подметает подъезд, и делает текущий ремонт крыши, и вставляет двойные окна в подъездах и так далее. И об этой работе оно информирует население путем раскрытия информации. То есть, сколько мы денег собрали, цена на коммунальные услуги, сколько должна быть стоимость текущего ремонта, сколько стало. Значит, тот же вопрос, где слесарь, который был, значит, и должен быть, и почему его на рабочем месте нет. То, понятно, это жильцы задают такие вопросы. И где, в какой управляющей компании именно организовано качественное управление, где хороший менеджмент, где хорошие специалисты, где хорошие бухгалтера. Конечно, эти управляющие компании, они заинтересованы качественно обслуживать свой дом. Ну, то же самое вот берем, да, значит, если я капитально отремонтирую, значит, систему канализации, капитально, я имею в виду не капитальный ремонт, а качественно отремонтирую, соответственно, я же буду собирать, жильцы же мне будут платить, но в то же время я канализацию больше не буду трогать в течение 15 лет. Я не буду тратить на него слесаря, на ремонт там собирать. А эти деньги, которые я собрал, они останутся у меня для того, чтобы людей поощрить, значит, сделать еще лучше. А жильцы же не чувствуют, и нельзя никого обмануть на сегодня, сказать, что я хорошо работаю, если тебе говорят, что ты плохо работаешь. Большинство, по крайней мере, конечно, есть и социальные личности, и профессиональные жалобщики, они тоже есть, об этих тоже мы знаем. Но если в целом жильцы говорят, что у нас управляющая компания, она хорошая, добросовестная, директор всех принимает или специалисты принимают, а то к нам жалуются, что даже с нами и разговаривать не хотят. Бывает такое. Бывает, ну, ты скажи, на сегодня, к сожалению, не можем, ну, подождите, там, месяц, через месяц я сделаю. То есть, вот, а то, что Германия, нужно к этому стремиться. Там это уже превратился в семейный бизнес. Ну, да. Семья берет в управление один дом или три дома. В лице ему платят, он все управляет. Мне говорят, чтобы у нас крыша не текла, канализация не текла. Нет, Петрович, ну, это же идеально. Ну, вот, допустим, в доме, приведу личный пример, в доме моей мамы. Они образовали лет 20 назад ТСЖ. Первый председатель ТСЖ договорилась с бабульками уже, которые в возрасте. Да, давай, говорит, я за тобой буду смотреть, ты мне потом квартиру оставишь. Ну, вот так вот себе квартиру взяла, продала и свалила. Дома остался никакой. Правда. Потом вторая женщина пришла, так же собирала, собирала, собирала деньги, купила себе квартиру, уехала, простите за такое там жаргонное, возможно, слова, свалила опять же, да, а дома остался опять с проблемами. И только там через 3-4 человека пришел человек, который начал управлять более-менее. Им лифт починили, там вентиляцию починили, там еще что-то сделали. Сейчас вроде уже и баки мусорные приличные поставили, мусоропровод уже там не забитый. Ну, ведь разные же люди бывают. ТСЖ взяли один дом в управлении. Вы сами сказали, что бывают разные люди, но уже баки поставили. То есть процесс… Это вы уже там пятый или шестой человек. Как бы вы ни хотели, сегодня пришла одна компания, ушла вторая, и 100% поменяется. Это так в жизни не бывает. Или бывает, если очень редко. То есть все должно идти постепенно. Прежде всего через сознание, через сознание людей, через их мировоззрение, их мышление и так далее. От порядочности, конечно, тоже очень многое зависит. Да. Вот мы видим чебоксары. Вот простой я пример провожу. Лет 10 назад в порядке вещей было, что лежит в центре города мусор, там и люрны перевернутые. Но на сегодня такого нет. Это время прошло, ситуация поменялась. Но здесь нужно именно через эволюционную, через разъяснительную работу. Людям надо говорить, разъяснять, показывать, рассказывать. Только так мы в целом наведем порядок. Вот, Сергей Петрович, вы совершенно верно и правильно подметили. Именно лицензирование, я чувствую, заметно повысило качество оказываемых услуг управляющих компаниями. Это очень я быстро ощутил уже с осени, как это. Пример тому. Чебоксарская управляющая компания «Альфа». Мы никогда не видели в городе, чтобы одна компания с такими темпами начали ремонтировать и балконы, и фасады. Это по Гагарина улице, по проспекту Ленина. Любодорого смотреть. Муниципальная программа. Да, муниципальная программа. Муниципальная программа, но они его подхватили в образе. То есть, они, компании, когда им не выдают лицензию, чувствуют, кто вне рынка остается. Вот они заметно у себя, вот это лицензирование, это постигнуло. Ну, не знаю, мне кажется, если компания хорошо работает, жильцы довольны, то лицензирование для них не проблема, и не надо ничего подстегивать. Они просто пришли, сдали и получили заслуженный диплом. Они как работали, так и работали. Вот наша управляющая компания в нашем доме, она прошла лицензирование, я думаю, так тоже в числе первых. И мы, я думаю, у нас нет претензий к ним. И не было, и нет. Поэтому, мне кажется, тут тоже зависит от того, что как подходит. Ну, я бы сказал, здесь не все ваши слова относятся ко всем управляющим компаниям. Согласна, да. Есть очень непорядочные компании, на которых огромное количество жалоб поступает в органы власти. Кстати, про жалобы. А вот есть какая-то статистика? Потому что вот в Госдуме говорят, что 57 обращений, поступающих в госорганы, содержат жалобы, которые связаны с ЖКХ. Да. Да, вот. То есть люди жалуются. На что люди жалуются? Есть ли жалобы у вас, как у отличников? Да. Сергей Петрович, ваша статистика. Ну, здесь мы ведем постоянную статистику, постоянно мониторим. На сегодняшний день в месяц к нам поступает около 2000 жалоб от жильцов. Ну, жалобы самые разнообразные. Ну, в целом, если взять статистику, вот 60% у нас жалобы по содержанию жилого фонда. 30% – это жалобы по начислению коммунальных платежей. Ну, и 10% – это жалобы, которые связаны с законностью проведения собрания по выбору способа управляющей компании. В целом, если сравнивать по субъекту Приволжского фенерального округа, мы такой анализ тоже проводим. Где-то по количеству жалоб мы находимся в середине. Значит, самое большое количество жалоб у нас, допустим, если взять в Оренгурской области, там около 350 жалоб приходится на одного человека. Есть субъекты, где 150-200 жалоб на одного инспектора. Ну, у нас где-то около 250 жалоб на одного инспектора приходится. Конечно, большое количество жалоб, оно тоже, с одной стороны, не позволяет качественно рассмотреть. Мы должны в течение 30 дней рассмотреть. Иногда, к сожалению, бывают и отписки. Мы это признаем, и с этим будем бороться со своей стороны. Но в то же время я обращаюсь к управляющей компании. Вот простое действие. Значит, каждое утро на первом этаже подъезда должна быть проведена сухая уборка. То есть, грубо говоря, значит, дворник должен прийти, подмести, чтобы на первом этаже был чистый порядок, был и чисто был. И когда люди выходят, все это убиралось. У нас дворник, место будильника. На сегодняшний день, вот я планирую сейчас в середине лета выезжать. По всем этим жалобам буду делать объезды. Не буду задавать руководителям управляющей компании неприятные вопросы. Значит, будем выдавать предписания, будем требовать. То есть, на сегодняшний день говорят, нет дворников там, нет, значит, слесарей. Уважаемые коллеги, если вы пришли делать бизнес, зарабатывать деньги и заниматься предпринимательством, значит, нужно такую зарплату дворнику поставить, чтобы, так сказать, он убирал. Я уверен, что если дать нормальную заработную плату и дворникам, и слесарям, и так далее. Не можете поставить, найти дворник, убирайте сами. Государство, что делает государство в таких случаях? Государство дает субсидии. Допустим, проблема с врачами. Пожалуйста, мы даем миллион врачам за то, чтобы они пошли работать в сельскую местность. Значит, в советское время было, значит, дворникам давали комнаты в общежитии. Это все за счет предприятия. На сегодняшний день проблемы решать это можно и нужно. И они могут управлять компанией решать, но не все хотят. Здесь хочу подчеркнуть то, что с извинением законодательства у нас увеличилась, об этом я должен сказать, то, что увеличилась сумма штрафных санкций. То есть в разы. То есть мы будем проверять и, соответственно, выходить, и, соответственно, выдавать предписания. И если вы не будете исполнять, мы по закону обязаны это делать. Если мы это не сделаем, значит, у нас, к нам будут вопросы со стороны прокуратуры, которая надзирает за исполнением этого законодательства. То есть, Валерий Глебович, хочу поддержать то, что именно процедура лицензирования, вот с нашей точки зрения и со стороны правительства, она позволит создать именно такую среду, конечно, не за один день, но, по крайней мере, в ближайшем будущем, то, что мы будем, жильцы, получать качественные коммунальные услуги. Буквально я вчера довел до управляющей компании республики информацию о рейтинге управляющей компании среди субъектов федерации, управляющей компании субъектов Российской Федерации, рейтинг организовал и подытожил итоги фонд содействия реформы РКХ. И, понимаете, мне было очень приятно видеть, это среди всех субъектов Российской Федерации, место Чуварской республики, седьмое место. В России. В России, да. Мы поднялись на 35 ступенек выше. Для нас это очень лестно. Это говорит о чем? Это говорит о том, что органы государств, власть управления РКХ, это и Минстрой Чувашии, и Государственные жилища инспекции Чувашии, в том числе и Лицензионную комиссию, придерживаются правильной линии. А там какие критерии? Ну, показатели какие? Тут финансовые и экономические показатели, и работа с населением, и жалобы, так сказать, это сколько чего. Судебные обращения. Производственные показатели тоже самое. Интегрированные показатели? То есть по этим показателям мы можем... Для нас, для Чувашьей республики, это очень лестно. Для меня очень приятно было это видеть. Человеку, руководителю ЖКХ, 40-летним стажем, такие приятные моменты, они очень помогают и стимулируют. В нашей работе ЖКХ. К сожалению, время нас поджимает. Мы должны завершать нашу беседу. Давайте вот еще раз обговорим один момент. Я думаю, что он будет одним из самых полезных в нашей сегодняшней беседе. Есть ли все-таки у наших жителей Чувашии, у наших горожан, у чебоксарцев, есть проблемы в сфере ЖКХ? Куда им обращаться? Ну, прежде всего, я, наверное, отвечу, и коллеги продолжат. Вот, в первую очередь, необходимо сначала обратиться в управляющую организацию. У меня там что-то сломалось. Вот вы сказали в начале передачи, что вызываю слесаря. Конечно, очень неприятно, когда человек отпрашивается, хотя бы этот слесарь должен позвонить и сказать, Иван Иванович, извини, пожалуйста, у меня там задерживаюсь, ты пока иди на работу. Но вот этого даже не ты. Вот это. Если позвонили, сказали, то другой вопрос. То есть сначала управляющую компанию, а потом? Потом, если она не отреагирует, то есть нету два дня, и при этом письменно необходимо обратиться, то есть прошу сделать то-то, то-то, то-то. Потом, после этого, можно обращаться в органы муниципального жилищного контроля. То есть к вам, Наталья Виловна? Да, к нам. И муниципальные жилищные инспектора обладают теми же самими же полномочиями, практически имеют право проводить проверки, выдавать подписания, возбуждать дела об административных правонарушениях. Потом можно обращаться к нам. Вот с изменением законодательства мы сегодня будем вести лицензионный контроль. Вот у нас термин такой появился – лицензионный контроль. Что это означает? Это прежде всего, значит, мы будем соблюдение управляющей организации требований к раскрытию информации. Будем очень тщательно эти проверять вещи. Соблюдение управляющей организации требований к оказанию всех услуг, выполнения работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме. То есть это все четко, ясно прописано, что они должны делать. И, соответственно, исполнение управляющей организации условий договора управления многоквартирными домами. Управляющая организация подписывает с каждым собственником жилого помещения договор. И когда эти договорные обязательства не выполняются, тоже мы будем вмешиваться и, соответственно, будем давать соответствующий подписать. Это с нашей стороны. Если проблема есть, ее нужно решать. Ее не нужно замалчивать, не нужно сразу прыгать через несколько голов, обращаться в первую очередь к работающим людям в управляющей компании, потом в администрацию города, в отдел жилищного контроля. Но уж если там не помогли, то к вам, Сергей Петрович. Можно через сайт. Можно к нам, можно через сайт. У нас законодательно все разрешается. И мы можем отвечать как и письменно, так и на личный адрес, если есть зарегистрированные в сети интернет. Спасибо большое, уважаемые гости, что вы к нам сегодня пришли. Большое спасибо вам, телезрители, что вы все это время были с нами и обсуждали, возможно, такую актуальную проблему, как лицензирование управляющих компаний и вообще порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Спасибо, до свидания.